В эфире 7 дней плюс. Вечные специальности, такие как врач и учитель, меняются под влиянием бурного развития технологий. Как в таком многообразии, ребенку выбрать, чем заниматься в будущем и можно ли поменять профессию, если тебе чуть-чуть за 50. Расскажет нам сегодня наша гостья Карина Сергеевна Петрова, руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки по отрасли промышленной и инженерной технологии в Республике Татарстан. Здравствуйте. Здравствуйте. Карина Сергеевна, ну вот расскажите, Центр опережающей профессиональной подготовки, вообще их много сейчас по всей России, у нас открывается он чуть-чуть попозже, сейчас расскажете об этом. В принципе, про поводу профессиональной подготовки все понятно, что такое опережающие? Расскажите немножко про Центр. Центр опережающей профессиональной подготовки – это региональная структура, которая призвана осуществлять как раз-таки опережающую подготовку по наиболее востребованным и перспективным, наверное, профессиям региона. И по факту это такой агрегатор образовательных ресурсов региона, который призван осуществлять профессиональную подготовку, программу дополнительного профессионального образования, профессиональную ориентацию по наиболее востребованным профессиям. Перед ЦОПом стоит основная задача – это разработка этих программ, их реализация и, конечно же, оказание содействия трудоустройству граждан. А что же такое опережающая подготовка? Это, ну, можно сказать, что это система мероприятий, которые обеспечивают соответствие компетенции граждан тем изменяющимся технологиям сейчас. То есть вы подстраиваете под новую реальность, да? Да, действительно. Это такая опережающая подготовка заключается в том, что именно мы пытаемся обеспечить те навыки и те компетенции, которым гражданам необходимы именно здесь и сейчас в современных условиях, на современных производствах. А что сейчас востребовано в основном, вот если подстраиваться под эту новую реальность? Сейчас актуальны рабочие профессии. Сейчас очень востребована. Востребованность большая на предприятиях ОПК в связи с нехваткой кадров. И, конечно же, сейчас востребовано обучать граждан по рабочим профессиям, таких как токарь, таких как оператор станков с программным управлением, где человек должен, по сути, владеть мультиквалификацией. Помимо навыков токарного мастерства, помимо навыков каких-то по металлу, он должен еще осваивать в обязательном порядке это программирование. Человек должен уже владеть некоторыми, определенным набором компетенций для работы на этом предприятии. То есть мы вернулись немножко в прошлое, но в таком формате. Можно ли реально получить, скажем так, этот билет в будущее, в новую профессию, с нуля именно? Или все-таки это у вас как-то на базе имеющегося уже все происходит? Переподготовка, повышение квалификации? В основном, да. СОПом реализуются короткие программы. В основном это программы профессионального обучения. То есть здесь человеку не нужно на входе иметь какое-либо образование. Профессионально обучаться могут люди, не имеющие ни среднепрофессионального, ни высшего образования. Конечно же, здесь люди получают именно рабочие профессии. Помимо этого у нас реализуется программа дополнительного профессионального образования. Здесь уже необходимо человеку владеть определенным набором компетенций и навыков, если мы говорим про повышение квалификации. И если человек хочет освоить какие-то компетенции для уже нового вида деятельности, то мы реализуем программы профессиональной подготовки. Их длительность 256 академических часов и более. Ну вот разные программы у вас там придуманы, так посмотрела немножко в интернете, да? Расскажите, а как вообще они выглядят? Что это за программы? То есть это какие-то лекции, это какие-то семинары, это онлайн обучение? Мы стараемся придерживаться стандартных форм обучения, описанных в законе образования. Это очное обучение или заочное обучение, или очно-заочное обучение. В том числе применяются дистанционные образовательные технологии. Но наши все программы, они ориентированы на практику. То есть большая часть, более 70% программы, это практика ориентированность, где непосредственно люди работают, ну, словно с тем, с чем им придется столкнуться на рабочем месте. И в связи с этой практикой ориентированностью, конечно же, важно иметь определенную материально-техническую базу. В связи с этим мы сотрудничаем с большим количеством организаций среднеопрессионального образования, которые сейчас оснащены по самым современным стандартам. И благодаря, в том числе, различным федеральным проектам по оснащению материально-технической базы, благодаря наследию WorldSkills, который у нас проходил мировой чемпионат в 2019 году. Вот эта материально-техническая база позволяет, которая, во-первых, соответствует, что важно, всему тому оборудованию, которое сейчас есть на предприятиях, позволяет человеку без какой-либо докрутки сразу понимать, с чем ему работать на непосредственном производстве. Поэтому никаких таких донакруток со стороны работодателя уже не нужно. То есть теории практически нет, я так понимаю? Теория в любом случае есть, но она минимализирована. То есть люди сразу приходят, словно, и видят такую практику. Их сразу погружают в практические занятия. Ну, то есть любой человек, допустим, молодой какой-нибудь, 25 лет, вдруг захотел обучиться профессии слесарного мастерства. Вот он может прийти и... Да, все верно, он может освоить этот навык, причем сразу... За какой промежуток времени, получается? Если мы говорим о рабочих профессиях, то в основном их длительность составляет 144 часа. Это программа профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышение квалификации. Если говорить о программах дополнительного профессионального образования, то здесь, если мы говорим о повышении квалификации, то программы длительность у нас в среднем 72 часа. А если переподготовка, где уже мы даем тот навык, который дает им работать с новым видом деятельности, здесь программа 256 часов и более, в зависимости от направления, конечно. 256 часов это сколько? Я сейчас не посчитаю. Это где-то около трех месяцев, если это интенсивно, конечно, погружаться в образовательный процесс. Все зависит от расписания. А вообще за такой небольшой промежуток времени возможно научиться как-то новому профессии? Опять-таки, благодаря тому, что мы в основном ориентируемся на практику. Человек сразу усваивает на практическом месте свой навык. Что он получает в конце? То есть это какой-то диплом? Да, конечно. Это документ установленного образца. Зависит, конечно, от программы. Если мы говорим про программу переподготовки длительностью как раз-таки больше 256 часов, то здесь мы выдаем, конечно, диплом профессиональной переподготовки. Это повышение квалификации, удостоверение. А если это рабочая профессия, то выдается свидетельство о профессии рабочего должности служащего. То есть реально будет потом с этим дипломом трудоустроиться. Хорошо. Что касается людей постарше. Ну вот я захочу, допустим, обучиться какой-то профессии. Что вы можете мне предложить? Помимо рабочих, кстати, профессий, что еще там есть? Это профессия, если мы говорим помимо рабочих, о дополнительном профессиональном образовании, то здесь можно сказать об IT-отрасли. Веб-дизайнеры, графические дизайнеры, системное администрирование. То есть такие направления подготовки тоже есть. Но наш ЦОП, он ориентирован именно на промышленную отрасль. В связи с этим мы, конечно же, основной уклон делаем на рабочей профессии, связанной с промышленной отраслью. Но это ни в коем случае не говорит о том, что в промышленной отрасли не нужны направления IT. Например, автоматизация бизнес-процессов сейчас актуальна на любой промышленной отрасли. Здесь без IT-помощи не обойтись. Ну вот, допустим, я захотела стать каким-то там дизайнером, веб-разработчиком, я не знаю, что-то там, да? Вот в моем возрасте, может быть, постарше, мне, конечно, еще нет 50, но я так понимаю, то есть это возможно, да? 50+, нуля, получить какую-то профессию, прийти к вам? Да, конечно. Например, в ЦОП также реализуется уже третий год федеральная программа содействия занятости. Этот федеральный проект, он с 2021 года утвержден правительством Российской Федерации и позволяет пройти профессиональное обучение, либо дополнительное профессиональное образование получить определенным категориям граждан, в том числе социально защищенным слоям населения. Туда входят и категория 50+, для граждан это обучение... Обратите внимание, да, социально незащищенные слои населения 50+, уже. Обидненько. И эти граждане могут пройти совершенно бесплатно профессиональную подготовку, либо получить дополнительное профессиональное образование. И далее также мы им оказываем содействие в трудоустройстве. А, даже так? Да, например, с 2021 года у нас порядка 2000 человек старше 50 лет прошли профессиональное обучение или получили дополнительное профессиональное образование. И самому возрастному, наверное, обучившемуся, это была женщина 76 лет, которая проходила повышение квалификации по программе сестринское дело. Она уже является сотрудником медицинского учреждения, но это позволило ей освежить те компетенции, которые у нее были, или освоить что-то новое для продолжения ее деятельности. Ну вот расскажите, предприятия, я так понимаю, они уже тоже к вам обращаются. В основном с каким запросом? С запросом кадров, конечно же. Ну, кадров, понятно, да. Каких именно кадров? Ну, понятно, что это рабочие профессии промышленные, да. То есть какие-то, может быть, наиболее востребованные сейчас специальности. Не проводили такую аналитику? Какие именно специальности сейчас наиболее востребованы? Все-таки именно вот на предприятиях. На текущий момент могу сказать, что очень востребованным это оператор станков с программным управлением. Это машинист насосных установок, это токари, это сварщики, ну, сварщики в меньшей степени сейчас. Но вот большой прям, вот на сайте Министерства труда и защиты Республики Татарстан как раз-таки есть перечень тех профессий, которые сейчас наиболее актуальны, на которые будет спрос, которые нуждаются в профессиональной подготовке. И там вот большой спрос как раз-таки по операторам станков с программным управлением сейчас. И, конечно же, предприятия с этим запросом и к нам тоже приходят. Ну, вы, когда вот эти образовательные программы, я так понимаю, создавали, тоже же, наверное, ориентировались на потребности рынка? В любом случае программы могут в том числе создаваться и с потребностью предприятия, то есть если они могут к нам обращаться. Программы в основном все модульные и в связи с этим мы можем делать уклон именно на то, что сейчас необходимо в рамках этой программы работодателю. То есть какой-то навык, который сейчас на предприятии, допустим, нужен в связи с новизной производства, мы можем этот модуль расширить, обсудить его с предприятием, разработать с ними и непосредственно уже по этой программе проводить обучение. То есть это такая связка в любом случае с работодателем идет непосредственно. Ну, вот смотрите, не совсем понятно до конца, для чего нужны сейчас вот эти центры, опережающие профессиональной подготовки. Они сейчас во многих регионах есть, у нас же есть там, допустим, и колледжи, какие-то училища, которые там обучают профессиям. То есть основная задача, я так понимаю, все-таки это ориентировано на то, чтобы не создать в будущем какую-то нехватку кадров, заранее ее подготовить, вот эту почву, скажем так, благодатную. А вообще, насколько это возможно, спрогнозировать, скажем так, будущее вот этого рынка, да, стоит ли вот сейчас, вот, может быть, оно изменится. У нас такая реальность, которая меняется каждую секунду, и мы уже будем неактуальными. Вот как вы прогнозируете, скажем так, вот эти потребности рынка в дальнейшем, на будущее? Как раз-таки ЦОП создан, чтобы оперативно под текущую реальность подстраиваться. Это такое единое входное окно и для граждан всех категорий абсолютно, и для работодателей, которые могут обратиться в одно единое окно, которое поможет, если это граждане, то пройти переподготовку по самым вот таким востребованным, проработанным с предприятиями программами, и далее найти для себя работу, обеспечить себе занятость в том числе. А для предприятия это возможность как раз-таки поиска кадров и возможность обучать людей тем навыкам, которые нужны непосредственно предприятию. И это в том числе входное окно и для средних образовательных организаций профессиональных. Здесь мы являемся таким агрегатором ресурсов, поэтому мы являемся той входной точкой, тем звеном, в которой могут обратиться в единое, а мы уже распределяем, куда лучше направить граждан или, допустим, работодателей, с кем можно более плотно отработать те или иные моменты по программе, где, может быть, есть выпускники необходимые сейчас для производства. Ну вот вы открываете же 1 сентября только, я правильно понимаю. Да, официально открытие. Уже есть, наверное, какие-то запросы? Много? Ну, пока еще мы функционируем официально только с января 2024 года, то есть мы сейчас в активной работе и разработке программ, поэтому пока, конечно, таких запросов немного, но мы сейчас активно выходим и на предприятия с тем, что им необходимо в рамках образовательных услуг для того, чтобы проработать эти программы обучения. Что вообще сейчас, вот как вы можете оценить вообще ситуацию на рынке труда? Ну, мы поняли, да, есть потребность в рабочих профессиях, что, кстати, ну, тренд уже какой-то такой, я так понимаю, да, уже появился на эти рабочие профессии, много мы о них говорим все время. Вот какие тенденции, вот как бы, можете отметить, может быть, которые сейчас происходят? Может, изменения какие-то? Ну, могу отметить, что уровень безработицы достаточно низкий в республике Тарстан, по сути. Мы сейчас все время говорим про нехватку кадров. Да, но, тем не менее, мы постоянно говорим о нехватке кадров. Это, прежде всего, связано с тем, что сейчас оборонно-промышленный комплекс набирает обороты, и есть вот эта вот недостаточность в кадрах появляется. В связи с этим как раз-таки и нужны такие центры, в том числе для нашей республики. Это очень актуально, промышленные инженерные технологии, у нас большой пул промышленных предприятий, у нас 30 предприятий оборонно-промышленного комплекса. И в связи с этим мы как раз-таки будем являться тем звеном, которое будет обеспечивать эти предприятия, в том числе кадрами. Как вы думаете, кто к вам больше будет обращаться? Студенты, молодые какие-то люди после 20 лет, вот люди постарше, о которых мы уже сказали, какие-то вот уже, наверное, есть прогнозы у вас? Какие перспективы ожидается? Открыты абсолютно для всех категорий граждан. У нас, в отличие от проекта того же самого федерального содействия занятости, нет привязки к категориям, поэтому к нам может обратиться и школьник, для которого мы организуем профориенционные мероприятия и поможем определиться с его будущей профессией. Это может быть и студент, который, возможно, сейчас для него не актуально то направление, по которому он обучается. Ну, как вы думаете, кто больше, кому больше сейчас это надо? Уже, наверное, я думаю, вы эту тему вдоль и поперек изучали, да? Пока это все создавалось, да? Кто больше всех нуждается сейчас? Ну, все-таки больше молодые, наверное, да? Да, контингент до 35 сейчас активно нуждается в переподготовке, на мой взгляд. Это та возможность, это достаточно активный слой населения, который имеет возможность получить еще одно образование и поменять траекторию совершенно своего трудоустройства. Я думаю, что они многие просто не знают еще, да? Вот они в УЗИ отучились, как правило, после школы они не знают, куда идти, а потом вот в УЗИ окончили, и оказывается, что они хотят быть совершенно, иметь другую профессию, да? Да, совершенно верно. То есть, как правило, мне кажется, осознание уже больше после 25 приходит. Чем мы хотим заниматься в дальнейшем, да? Конечно, да. И поэтому в том числе в рамках федерального проекции «Действие и занятия», о котором мы уже говорили, там есть категория «Младежь до 35 лет», которые завершили обучение по программе среднего профессионального образования или высшего образования и не могут найти работу в течение 4 месяцев. В таком случае они могут обратиться к нам и получить новую совершенную квалификацию, пройти переподготовку или получить рабочую профессию, и далее мы с ним окажемся действовать в трудоустройстве, по тому направлению, в котором они обучились. Ну, смотрите, вот вы каких-то, возможно, да, людей будете готовить непосредственно для предприятия, да, под их потребности, скажем так, вот. И как это вообще будет работать в взаимодействии с предприятиями? Они будут давать какие-то гарантии, что вот они возьмут этих людей. Вот как вы пробиваете, как работает эта схема? В любом случае заключается соглашение по работе. Мы совместно с предприятиями разрабатываем программы. Далее предприятие или представитель предприятия может, во-первых, принимать участие в образовательной программе по определенным модулям. Во-вторых, он может присутствовать на итоговой аттестации или квалификационном экзамене, если мы говорим о профессиональной подготовке. И тем самым как раз-таки посмотреть, как человек в рамках итоговой аттестации или квалификационного экзамена отрабатывает навык, и определить, возьмёт он к себе этого человека или нет. То есть есть какой-то экзамен, они будут смотреть на результаты и так далее. То есть вы реально под конкретные предприятия можете готовить специалистов? Или потом они могут, например, посмотреть на каких-то ваших оканчивающих вождцов и выбрать? Это может быть абсолютно разное взаимодействие, как и мы можем подготовить человека и предложить, что у нас есть кандидат, который освоил эти навыки, и он к вам подходит и трудоустроит его к вам в предприятии. Либо, конечно, само представитель предприятия принимает участие в образовательном процессе, в экзаменах и отбирает уже из группы себе людей для трудоустройства дальнейшего. Смотрите, ЦОП довольно такое молодое явление, я считаю, для России. Как думаете, есть ли будущее такого, скажем так, центра опережающей подготовки? Или это такое временное явление, может быть? Действительно молодое. Первые ЦОПы начали открываться в 2019 году. В этом году их должно быть 100, в том числе ряд ЦОПов имеют такую отраслевую направленность, как наш, в промышленных и инженерных технологиях. Эти направленности абсолютно разные и зависят от субъектов и их направленности. В связи с этим, я думаю, что это на текущий момент особенно актуально. Опять-таки, если мы делаем отсылку на оборонно-промышленный комплекс, где сейчас нехватка кадров идет, то это входное единое окно поможет соориентировать предприятия в рынке образовательных услуг. И в том числе это поможет в республике подойти достаточно системно к этой проблеме нехватки кадров. И в целом предприятия уже даже понимают, мы даем патронаж даже школы. То есть, условно, где предприятие со школы начинает к себе подготавливать сотрудников. Это и проведение профориенционных мероприятий, это и первая профессия для школьников, когда они могут уже рабочую профессию получить в рамках основного образования. И далее пойти в организацию среднепрофессионального образования по этому же направлению. Далее трудоустроиться на предприятии. Сколько мест у вас, еще раз, я вот пропустила, видимо, сколько человек, допустим, может вместить в центр? Сам центр, опережающий профессиональной подготовки, он не является таким, условно, прям образовательной организацией. Конечно, у нас есть лектории, у нас есть аудитории-трансформеры, но мы в основном сотрудничаем с организациями среднепрофессионального образования, у которых есть вот эти оснащенные мастерские по самым современным. Да, мы, это наши партнеры, и мы непосредственно проводим обучение на базе этих образовательных организаций. Там резиновое, не резиновое, вместо этого места как попасть? В зависимости от образовательной организации. У всех организовано разное количество рабочих мест, ну, 10, могу сказать, где-то есть 5. Ну, то есть, все по-разному зависит количество оборудования. У нас не одна образовательная организация, у нас по всей республике их 100, поэтому я думаю, что и предприятия тоже находятся в разных уголках республики. В связи с этим можно ориентировать на ближайшие города, если, допустим, здесь мастерские заняты. Как думаете, самая востребованная, какая будет у вас профессия, скажем так, специальность, на которую больше всего захотят люди пойти? Очень сложный вопрос. Не могу, наверное, ответить точно. В моем представлении мы, конечно, будем ориентировать людей на то, что сейчас необходимо предприятиям. То есть это, опять-таки, операторы, это токари, сварщики, это, возможно, что-то связанное с IT, с тем же самым автоматизацией бизнес-процессов. Это то, что сейчас необходимо предприятиям. Мы стараемся людей на это ориентировать, и поэтому в моем понимании, наверное, моей надежде, что у вас спрос будет именно на эти профессии, чтобы закрыть эту потребность. Потребности совершенно разные. Опять, если возвращаться к опыту федеральной проекции о действии занят, все зависит от входной категории. Если для 50+, у вас требованы были сестринское дело, кто-то осваивал графический дизайн, для кого-то необходимы были такие навыки, кто-то осваивал навыки охраны труда. Для женщин в отпуске по уходу за ребенком, которые также до трех лет, которые также могли принимать участие в этом проекте, для них были актуальны менеджеры по работе с маркетплейсами, чтобы они могли из дома осуществлять свою трудовую деятельность. Это те же самые графические дизайнеры, веб-дизайнеры. А то есть вы предлагаете какие-то еще определенные условия для определенных, да? То есть, допустим, мамочка какая-нибудь... Да, это если говорить о федеральном проекте о действии заняты, которые могут обучиться. Здесь мы предлагаем уже такой широкий прям перечень профессий. И в зависимости от входной группы, конечно, зависит и популярность того или иного направления. Вы когда создавали ЦОПы, ну не вы, в целом, да? Когда создавался ЦОПы, вы, наверное, все равно ориентировались на опыт каких-то других регионов? Или на что ориентировались вообще? В том числе, конечно же, на опыт других регионов. Какой опыт наиболее показался привлекательным? В декабре месяце мы были в Республике Машкортостан, как раз-таки в ЦОПе, который уже создан с 2020 года, если не соврать. И они активно сейчас работают по направлению работ с предприятиями и партнерами, среднепрофессиональными образовательными организациями. И у них достаточно широко развита и профессиональная ориентация школьников. Они проводят различных мероприятий. Опыт, конечно, колоссальный. Есть что перенять. В любом случае мы будем использовать это у себя. И вот, конечно, стоит, мне кажется, съездить еще в регионы-лидеры под ЦОПом. Потому что есть радиоговарные... Регионы-лидеры это какие у нас? Это Ставропольский край, это Кузбасс. Очень советуют съездить туда, посмотреть ЦОП. Это и Санкт-Петербург. Мы стараемся ориентироваться на лучших из лучших. В Москве тоже, наверное, да? В Москве тоже есть ЦОП, но в основном они... На них не ориентируемся, да? На этот раз. Все, они у нас в низком рейтинге. На этот раз мы будем первыми. У вас есть, кстати, такая задача быть первыми? Конечно, да. Но в тройку лидеров, я думаю, мы точно будем ходить. Среди именно ЦОПов промышленной направленности. Ну, или отраслевой направленности. Это единственная у нас, получается, в Татарстане? У меня такой центр. Нет, мы второй центр. Мы второй центр. То есть просто другая отрасль, да? Действительно. Если первый центр, он у нас создался в 2019 году, и он такой обширный более, он охватывает уже большую часть направлений, то мы как раз-таки ориентированы на промышленную отрасль. И здесь наша задача как раз обеспечить в основном рабочими профессиями те промышленные предприятия республики, которые у нас есть. Ну, вот у нас осталась буквально минута заканчиваем. Вы открываетесь 1 сентября. Может быть, вы позовете, что нужно, куда идти, куда звонить, кому можно, что надо с собой взять. Скажите, да, пригласите людей, кто, может, захочет, кто-то, может быть, уже подготавливается. Мы сейчас в поиске помещений, где будем размещаться. И как только у нас появится определенная точка в локации, мы обязательно повестим всех возможных и СМИ, и заинтересованных людей, которые смогут посмотреть вообще, что такое ЦОП. И мы более подробно уже непосредственно расскажем на месте, с чем мы будем. Ну, можно на сайте, да, сейчас ознакомиться как-то, да? Ознакомьтесь на сайте, друзья. Ну, и ждем 1 сентября. Конечно, спасибо, что вы пришли сегодня к нам. Спасибо телезрителям, что были с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова